Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш дом молитвы, моя проповедь сегодня утром будет как бы вступлением или вводной частью к большой теме, которую мы планируем проводить в нашей Церкви на утренних воскресных богослужениях. Эта тема, о которой мы будем говорить в течение какого-то времени, будет называться одним словом – вероучение. Почему мы решили с братьями обратить внимание и посвятить этой теме для всей нашей Церкви? Позвольте немножко кратко пояснить. Потому что мы живем во время отказа от вероучений. Мы живем во время отказа от вероучений. Этот период христианства можно даже уже назвать не только невероучительным, но и антивероучительным. Есть, к сожалению, много факторов и внутренних, и внешних, которые повлияли на подобные отношения к пониманию и важности вероучения в Церкви. Мы сегодня слышим все больше голосов, которые говорят, что доктрины они разделяют. Мы стремимся к единству. Мы должны любить всех людей. Все это неплохие тезисы, но настолько они верны, настолько они приносят пользу для нашего духовного формирования, нашего мировоззрения. К большому сожалению, нужно отметить, братья и сестры, что многие верующие сегодня имеют нецелостное понимание о Боге, о спасении, о многих духовных вопросах, а как бы фрагментированное, то есть отдельные какие-то части. Где-то среднестатистический христианин, когда задают ему вопросы о его вероучении, он не знает полного, стройного, завершенного, логически построенного истины о Боге, о Духе Святом, понимания о очень важнейших истинах Священного Писания. Слово «мировоззрение», которое мы часто употребляем в нашей лексике, в наших беседах и в проповеди, следует понимать как организованное и осмысленное целостное понимание учения Иисуса Христа. Братья и сестры, просто цитировать отдельные тексты Священного Писания по одному или иному вопросу или обладать целостным мировоззрением – это не одно и то же. Христианское мировоззрение, основанное на самой личности Господа Иисуса Христа, или, как Библия называет его, краеугольным камнем. И для того, чтобы каждая поместная церковь была духовно здоровой, у нее должно быть вероучение. Вот почему несколько недель тому назад я обращался к церкви и говорю, братья и сестры, обратите внимание, зайдите на наш сайт, читайте, посмотрите. Каждый член церкви должен знать свое вероучение. Как один выразился, один служитель, вероучение неотделимо от христианства. Христианство без него не существует. Я очень рад, братья и сестры, что в нашей церкви второй год проходит молодежная конференция под общим названием «Основы веры», то есть «Основание нашей веры». Я рад, что молодые братья, понимая важность духовного формирования молодежи, акцентируют внимание на этих вопросах. В этом году, как мы уже отмечали, мы проводили конференцию «Познание Бога». Безусловно, одна или две, или сколько конференции они не могут восполнить или, скажем, ответить на все эти вопросы. Это задача поместной церкви, это задача служителей. Но это наша цель, братья и сестры – помогать формировать у молодых людей библейское мировоззрение по всем жизненно важным вопросам. В пятницу прошедшую начала работу воскресная школа. Я бы хотел обратиться к церкви, к родителям и к преподавателям. Братья и сестры, я бы хотел, чтобы у нас было правильное, должное библейское отношение к воскресной школе. Это не просто время, где ребенок приходит, полтора часа проводит в церкви, полчаса проходит пение и 45 минут или час у него библейский урок. Братья и сестры, у нас огромная ответственность, огромная задача пред Господом – помочь ребенку сформировать в его разуме, в детском разуме, в его сердечке. Я не боюсь этого слова сказать – библейское богословие. Всякий человек, который берет в руки Библию, является в широком смысле этого слова – богословом. Мы читаем, мы живем, мы несем, мы трактуем и проповедуем это слово. Я бы хотел, чтобы мы приложили все старания, чтобы на этих библейских уроках, на этих занятиях у наших детей сформировалось правильное отношение Бога, Творца, который сотворил этот мир, о Боге Отце, который любит этот мир и отдал единственного Сына Иисуса Христа, чтобы наши детки знали не просто какие-то истории библейские или какие-то притчи, или какие-то примеры, чтобы наши детки знали, во что они верят, чтобы они знали истину о грехе на ихнем уровне, истину о спасении и многие другие вопросы. Представьте себе, дорогая церковь, ребенок, попадая в воскресную школу, где-то он находится 10 лет. 10 лет он проходит в воскресной школе и выходит в подростковом возрасте. Если мы родители и воскресная школа, в том числе, которая помогает и участвует в процессе воспитания наших детей, не дадим ему базовых истин. У него не сформируется свое мировоззрение и свое вероучение. Он выходит подростком, у которого нету основания. Что его ожидает? Как он будет реагировать на вызовы этого мира, на вызов греха, который особо в этом периоде начинает проявляться в нем? Вы знаете, когда мы обращаемся к Священному Писанию, удивительно слово предусмотрело. Когда мы слышим такое слово «вероучение», мы думаем, это, знаете, какое-то что-то сухое, непонятное, чуждое. Где-то оно там лежит, в уставах, еще где-то. Может быть, это преподается в стенах семинарии. Я хочу обратить внимание к отцам. Когда апостол Павел давал наставление отцам, как воспитывать своих детей, обратите внимание в послании Ефесиным, 6 глава, 4 стихе, известный текст Писания, он говорит такие слова. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». А теперь обратите внимание на слово. Воспитывайте в чем? В морали? Еще в каких-то форматах своих? В каких-то, может быть, развлечениях? Воспитывайте, может быть, их в строгости. Казалось бы, да, и это нужно. Но он обращает внимание, воспитывайте их в учении. Оказывается, отец должен посвятить время для того, чтобы ребенку преподать и рассказать. «Сынок, мы верим в Бога, который сотворил этот мир. Мы верим в Господа Иисуса Христа, который пришел в этот мир, стал подобный, как из нас. И Рождество, которое мы отмечаем, это не просто подарки, это не просто елка, это не просто каникулы, нет, это великое событие. Друзья мои, воспитывайте их в учении. Учение – это целостное, истинное, сформулированное, законченное. Не нужно бояться, что ребенок не поймет. Бог предусмотрел, чтобы в сердце ребенка было место, где он способен воспринимать, откликаться на учение и наставление Господне. Вот что дал, Слово Божие дает инструмент родителям и отцам, друзья мои. В другом переводе написано, отцы, не дергайте детей. Мы порой дергаем наших детей. То нельзя, то нельзя, туда не иди, то не смотри. Друзья, замените формат воспитания. Для ребенка это интересно будет. В пятницу начала работа подростковая группа. У нас есть целый класс, и я благодарен Господу всем братьям и сестрам, которые трудятся в подростковом служении. И в этом служении, в этом году мы приняли решение, чтобы для наших подростков провести особые классы. Классы под названием «Основы веры». С нашими подростками в течение всего этого года мы будем говорить о базовых библейских истинах, доступных на их языке. Есть прекрасный материал, мы который приобретем, и в конце служения скажем об этом, чтобы каждый ребенок имел этот материал в классе, и братья будут преподавать его. И обратите внимание, как апостол Павел, в послании к Тимофею, во втором послании, третья глава, в пятнадцатом стихе, понимая важность священного писания, говорит к Тимофею, «Тимофей, при том же ты из детства знаешь, что? Священное писание». Вы как скажете, как рано нужно ребенку преподавать учения? Из детства. Из детства апостол Павел говорит, «Тимофей, ты знаешь священное писание, которое могут умудрить тебя во спасение, веру во Христа Иисуса». Бабушка и мама Тимофея предложили, по-видимому, немало стараний, усилий, для того, чтобы в сердце этого молодого, сначала ребенка, подростка, юноша, в него было, он знал, друзья, не слышал, не читал, не где-то, ты знаешь. Это было время, посвященное, когда Тимофей изучал с бабушкой, с мамой, священное писание, которое дали ему правильно библейское мировоззрение. Он был молодым служителем. Книга притчи, 22 глава, 6 стих, написано так, «Настав юношу при начале пути его». Почему? Он не уклонится от него, когда и состарится. Дорогие отцы, дорогие родители, я понимаю, что в стране, в которой мы живем, есть большие возможности для того, чтобы предоставить нашим детям многие-многие неплохие вещи. Но если мы заменим на второстепенные, если мы не дадим им основания, если не будет фундамента, друзья мои, мы пожнем очень печальную картину. Потом мы обращаемся, просим, молитесь, сын не хочет ходить в собрание. Сын влечет другое. У сына есть другие друзья, другие ценности, другие приоритеты. Почему? Да потому, что, может быть, с детства не было священного писания. А может быть, отец дергал сына, но не воспитывал их в учении. Друзья, не бойтесь этого слова. Это истина, учение и наставление Господним. Да поможет нам Господь, дорогая церковь, в течение всего этого года молиться за наших детей, за преподавателей воскресной школы. И рад, что число преподавателей пополнили наши проповедники. Я присоединился к этому числу, где мы будем уделять максимальное внимание для наших деток в этом непростом мире. текстом священного писания для своей вводной проповеди. Я хотел бы сегодня обратить внимание к очень интересному стихам. Это Евангелие от Луки, первая глава. Давайте прочитаем первых четыре стиха. Если у кого есть Библия, а они у нас должны быть открыты с собой, приносите Библию, братья и сестры, приносите с собой Библию, чтобы в наших руках было слово. Давайте с первого стиха прочитаем. Лука обращается к своему близкому человеку, к Феофилу, и говорит такие слова, как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне под тщательным исследованием всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Тема моей проповедь «Твердое основание учения». Братья и сестры, вот эти стихи, которые мы прочитали, когда их читают, скажите? Предрождественские праздники, правда? Но обратите внимание, настолько, когда Лука, врач Лука, хотел передать Феофилу, кстати, его имя, возлюбленный Богом, и он, по-видимому, занимал какое-то высокое, был чиновником где-то в Риме, в правительстве занимал, особое положение, и апостол Лука пишет ему, обратите внимание, настолько он делает это скрупулезно. Если мы вчитываемся в каждое слово, он не просто, ты знаешь, Феофил, я тебе хочу передать то, что я услышал на улице, или что-то мне, что-то рассказал, абсолютно нет. С какой последовательностью он приходит к передачу прихода в мир Спасителя. Каждое слово, начиная с первых, он говорит, начали составлять очевидцы, бывшие с самого начала, со служителями слова. Он рассуждал об этом, он пишет в третьем стихе, под тщательным исследованием, обратите внимание, тщательное исследование он рассуждал с самого начала, по порядку, описать тебе. Для чего, братья и сестры, такая вот подробность, скрупулезность? Для чего? Есть ответ, чтобы этот человек знал, узнал твердое основание, того учения, в котором был наставлен. По всей видимости, где-то был наставлен на чатках, только где-то, может, какие-то истины слышал. Братья и сестры, это принцип библейский, который касается всех верующих, воскресной школы, молодежи, церкви, чтобы ты знал, узнал твердое основание учения, в котором был наставлен. Возникает вопрос, почему нужно знать, братья и сестры, твердое основание нашего учения. Не просто услышать, а знать. Ну, для начала давайте определим, что такое вероучение и в чем его сущность. Первое, истина, в чем заключается вероучение, в чем его, ее сущность. Братья и сестры, когда мы слышим слова исповедания веры, доктрина веры, догмы, символы веры или кредо, это имеет отношение к вероучению. Я бы очень хотел кратенько остановиться на каждом из них, очень кратко. Когда мы слышим слово догма, догмой называют положение вероучения, объявленное непреложной истиной, не подлежащей никакому сомнению. Например, братья и сестры, мы верим в нашей церкви в непорочное зачатие. Это непреложная истина, которую мы принимаем верою, и она не подлежит никакому сомнению. Братья и сестры, мы верим в две природы Иисуса Христа, о том, что Иисус Христос является совершенный Бог и совершенный человек. Это догма, это непреложная истина. которую мы принимаем на основании веры, на основании Священного Писания. Братья и сестры, когда мы словом слышим «доктрина», это синоним слову «догма». Под доктриной поднимаются основные общепринятые объяснения в учении. Например, доктрина о Боге, доктрина о человеке, доктрина о Духе Святом, доктрина о спасении. Это доктрина. Когда мы услышим символ веры, символом веры обычно называют краткое изложение доктрин веры. Под символом веры обычно называют краткое изложение основных доктрин веры. Символом веры их много. Я только хочу сегодня, чтобы в нашей церкви прозвучало один самый старый, самый первый апостольский символ веры. Мне очень нравится, когда хор наш озвучивает это в песнопении, этот символ веры. Он звучит так. «Веруй в Бога, Отца Всемогущего, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого, и в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, рожденного от Отца прежде всех веков, света от света, Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного с Отцом, им же все сотворено, нас, ради людей и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Девы Марии и ставшего человеком, распятого же за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного и воскресшего в третий день согласно с Писанием и восшедшего на небеса и сидящего по правую сторону от Отца и снова грядущего, чтобы судить живых и мертвых, и Его Царству не будет конца. И в Духа Святого Господа, подающего жизнь от Отца Исходящего, равна с Отцом и Сыном, поклоняемого, прославляемого, говорившего через пророков, в Единую и Святую Соборную и Апостольскую Церковь, исповедую одно крещение для оставления грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, какая глубина, если вдуматься, вчитаться. В ней все присутствует, братья и сестры, это не пустое, это символ веры, в нем представлено наше вероучение, наше спасение, наше понимание живого и праведного Бога. И последнее, очень краткое определение, когда вы слышите слово кредо, не пугайтесь. Это латинское слово, которое означает слово верую. Если мы слышим наше кредо, значит, мы веруем. Мы заявляем о нашей вере. Таким образом, братья и сестры, можем сказать, что вероучение это не просто набор каких-то идей, высказываний или верований. Вероучение это совпокупность библейских истин, представленных в форме доктрин, которые отображают нашу христианскую веру. Да, именно веру. Потому что каждая доктрина нашего вероучения начинается со слов «Мы веруем». Вероучение это заявление о вере. Братья и сестры, протестантизм, которым принадлежит и наша церковь, и баптисты. Это происходит тоже от латинского слова к переводе торжественное заявление. Поэтому, говоря о баптизме как одной из ветвей протестантизма, я могу сказать, что у нас есть не только богатая исламная история, но у нас есть с вами и фундаментальное вероучение, на котором базируется наша жизнь и наше хождение пред Господом. Второй вопрос, старая есть, на братья и сестры, на чем же основано наше вероучение? Вы знаете, ни одна из мировых религий не представлена так широко, как христианство. Христианство представлено сегодня в трех основных религиях католицизм, православие и протестантизм. По некоторым данным, каждый третий житель земли считает себя христианином. Протестантизм включает в себя около 800 миллионов людей, которые исповедуют библейские принципы протестантизма. По некоторым оценкам, количество разных протестантских конфессий исчисляется десятками тысяч. И точно их число практически невозможно посчитать. И у всех есть, у них есть свое вероучение. Представляете, братья и сестры, настолько сложно простому человеку, который ищет истину, разобраться во всем этом. Мы часто слышим, люди высказывают, идите к нам в церковь, у нас самая правильная церковь. Как человеку разобраться во всем этом? Это сложный вопрос, правда? Братья и сестры, нам не так хотелось, чтобы мы были, уподобились тем людям, тем христианам из Верии, из книги Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, когда апостолы пришли, проповедовали город Верию. Обратите внимание, как они отнеслись к этому. Здешние были благомысленнее фессалоникийцев. В чем было благомысленнее? Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Правильный подход? Дух Святой обратил внимание, записано это было, они были более благомысленные, не просто поверхностные, ну что там, ну расскажите, ну ладно, хорошо. Они собирались вместе, ежедневно разбирая, когда мы говорим разбор, братья и сестры, это не просто, это изучение Писания, это тщательное исследование истин. И они разбирали Писание, точно ли это так. Простите, я бы прежде всего хотел обратить внимание, что доктрины вероучения, о которой мы будем говорить в нашей церкви, не являются независимыми от Писания, они выведены и подчинены единственному, непогрешимому, боговдухновенному стандарту христианской веры, священному Писанию или Библии. В вероучении нашей Церкви сказано, что священное Писание является единственным источником христианской веры и духовным руководством для верующих относительно вопроса спасения, жизни и нашего служения. Подобная формулировка записана и в первом принципе баптизма. Соло-скриптура или только Писание было принято протестантами как один из важнейших принципов, на котором базируется жизнь каждой поместной церкви. С самого начала евангельские христиане и баптисты признавали, что ни одно из вероучений не может быть признано окончательным или авторитетным, поскольку последний авторитет принадлежит исключительно Библии, Священному Писанию. Поэтому вероучения могут быть изменены или пересмотрены или дополнены. И в каждом новом периоде христианства в Россиостре появляются и будут появляться новые опасности и новые вызовы церкви. И поэтому если Слово Божье остается неизменным и непогрешимым, то вероучение может дополняться для того, чтобы соответствовать нуждам по местной церкви. Братья и сестры, когда церковь приняла вызов этого развратного общества о браках, как вы думаете, это должно быть отображено в вероучении церкви? Обязательно. Это истина. Это важно. Это защита, апологетика. На этом мы стоим, и мы не можем по-другому, друзья. Это очень важно. Интересно, когда Лука пишет Феофилу врач о мышлении, смотрите, какое, он использует, знаете, какую терминологию? Он использует строительную терминологию, твердое основание, чтобы ты знал учение, не просто какая-то, знаете, какая-то идея, какие-то слухи, какой-то рассказ. Он говорит, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. Мы видим вот эта терминология, вот эта идея основательного, мощного, она прослеживается во всем Священном Писании, в Ветхом и в Новом Завете. Я когда просматривал тексты, я обратил внимание, что когда храм Господень строился, это было очень важно, братья и сестры, строительство храма. Обратите внимание на некоторые тексты, третья глава, третья книга царств, шестая глава, 37 стих, Соломон к этому готовился, Соломон подошел с надлежащим правильным таким подходом к строительству Дома Господня. И третья глава, 37 стих, третья книга, шестая глава, 37 стих, написан так, в четвертый год, в месяц Зив положил он основание храму Господа. А теперь обратите внимание на пятую главу третьей книги царств, братья Высветите, 15 и 17 стих. Что этому предшествовало, что были положены основания? У Соломона было 70 тысяч носящих тяжести, братья и сестры, 80 тысяч каменосеков в горах, которые трудились день и ночь. Вдумайтесь в эту цифру. 80 тысяч людей трудились, не покладая рук для того, чтобы было положено основание. А что было положено в основании? Обратите внимание, 17 стих, если можно брать, откройте. «И повелел царь привозить камни, какие? Большие, камни дорогие, для основания дома, камни обделанные». Была полная тишина. там трудились каменотесы, 80 тысяч людей. Трудились, обтесывали, затем в полной тишине созидался основание храма. Братья и сестры, это прообраз вероучения и подхода Богу к созидании своей церкви. И когда мы смотрим уже апостолов, которые восприняли от Господа, которые были этими основателями, которые трудились в домостроительстве церкви, смотрите, как Петр говорит, использует строительную терминологию. 1 Петра, 2 глава, 6 стих, ибо сказано в Писании, «Вот я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный и верующий в него не постыдится». Он говорит о Господе Иисусе Христе. Апостол Павел говорит о домостроительстве церкви, использует этот термин тоже основание. Смотрите, первое послание Коринфянам, 3 глава, 10 стих, он пишет так, «Я подан имя от Бога благодати, как мудрый строитель, положил, что положил? Философию? Положил собственные идеи, какие-то видения, то, что мне понравилось, то, что он позаимствовал у кого-то, я положил основание, основание?» А другой смотри, как строит, а другой строит на нем. И, братья и сестры, чтобы не было ни у кого сомнения в том, что основание прочно и верено самим апостолам, он в 11 главе, в 11 стихе, простите, откройте, пожалуйста, этот стих, смотрите, что он дальше пишет, подтверждает свою мысль и говорит, «Ибо никто не может положить другого основания». Я положил основание, но поймите, это не мое основание. Никто не может положить другого основания, кроме уже положенного, который есть Иисус Христос. Смотрите, какой прекрасный прообраз. Для Ветхого Завета, для устройства храма, для устройства духовной жизни Ветхого Завета было положено основание, был возведен этот великолепный храм, в котором совершалось свое служение, наставление. Для новозаветной церкви Бог предложил другое основание. Камень краеугольный, избранный, драгоценный и верующий в него не постыдится. Просестры, еще один вопрос я хотел бы сегодня кратко рассмотреть. А что говорит сам Иисус Христос об учении? Чтобы мы с вами не просто тратили времени, говорит ли Иисус Христос о вероучении, мне очень нравится, когда мы смотрим Евангелие, все четыре Евангелия внимательно просматриваем. Знаете, что видно очень интересно? Одно слово, которое чаще встречаю очень часто. Он учил. Христос не просто ходил и беседовал с людьми, исцелял, благословлял, Он учил. Это слово, посмотрите, в симфонии вы встретите очень много раз. Он учил в храме, учил на горе, учил в синагоге, учил в лодке, учил в субботу, учил, идя дорогою. Вот это слово. Он учил. Учил чему? Учил о Боге, учил о Царстве Божии, учил о человеке, учил о грехе, учил о своем пришествии. Интересно он учил, братья и сестры. У Иисуса Христа была уникальная способность учить. Когда мы смотрим Евангелие от Марка, 4 глава, 2 стих, Евангелист Марк передает, говорит так, и учил их притчами много. И учил их притчами много. Но обратите внимание следующее слово, вторую часть этого стиха. И в учении своем говорил. В притче заложено было учение Иисуса Христа. Не просто притчу рассказал, хорошая мудрость. Нет, учил притчами, но в учении своем он говорил. Он оставлял своих учеников и люди, которые были с ним. Враги знали о том, что есть учение Иисуса Христа. Евангелие Теяна, 18 глава, 19 стих, читаем, первосвященники же спросили Иисуса об учениках Его и об учении Его. Враги знали, что есть учение Иисуса Христа. И, уходя из этой земли, Иисус Христос дает повеление. Помните, известные слова, 28 глава Евангелия от Матфея, когда Иисус Христос прощается со своими учениками и дает наставление. Какое ключевое слово? Итак, идите и научите. Друзья, итак, идите и научите. Верующий, который не учится, он не может быть последователем Иисуса Христа. Церковь, которая не знает своего вероучения, является зыбкой, хрупкой, у нее нету основания, у нее нету этого стройного истины, четкой, ясной, о которой говорит Церковь, есть столб и утверждение истины. На этом столбе должна быть звучать истина, ясная, понятная для детей, подростков, молодежи, каждого человека, который хочет быть живым камнем в Церкви. И когда Христос давал повеление «Идите, учите», я так благодарен Богу, что Бог дал мудрости апостолам сохранить эту истину. И когда образовалась Первая Церковь, что они делали? Мы неоднократно слышали с этой кафедры этот текст Писания, Евангелие, Деяние апостола, 2 глава, 42 стих. И они посвятили себя, и они постоянно пребывали в чем, братья и сестры? Ни в разговорах, ни в разбирательствах, ни в спорах каких-то, ни в сплетнях, простите, ни в пересудачивали какие-то вопросы. Они пребывали, посвятили в учении. Учение апостолов – это что, что-то новое? Нет. Учение Господа стало достоянием апостолов. Они приняли его. Апостол Павел стал получать откровение от Господа о вечере Господней, о пришествии Иисуса Христа. И все, что делали апостолы, более того, когда стал вопрос заботы о вдовах, они сказали, братья, нехорошо нам, оставившись Слово Божие, пищись о столах. Вот чем должны заниматься пастора в церкви – учить и наставлять в учении Господнем. А дьяконы помогают им и в столах заботе, в физических нуждах, и в духовных. Братья и сестры, поэтому Писание побуждает каждого христианина быть готовыми всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании дать ответ. Видите, какая ответственность перед нами, настолько имеет огромное значение знать вероучение. Поэтому каждый из нас должен знать ответ на вопрос, «Что значит для меня быть настоящим христианином? Во что я верю? Кто для меня лично Иисус Христос? Кто такой Дух Святой? Сила, явление, веяние, либо это третья личность Божества? Ответы на эти и другие важнейшие библейские вопросы формируют наше личное исповедание. А исповедание связано с нашей верой. А вера основана на учении. Братья и сестры, я благодарен Богу за то, что вместе с апостолом Павлом мы можем сказать эти драгоценные слова в первом послании фессалоникийцам, вторая глава, третий стих, если можно, братья, высвидите, где апостол Павел спокойно, но уверенно утверждает, а в учении нашем нет ни заблуждения, ни чистых побуждений, ни лукавства. В нашей церкви есть вероучение. На этих воскресных богослужениях будем говорить о важных библейских истинах, чтобы церковь была наставлена в истине, чтобы дети наши были наставлены. И последний текст Писания перед нашей молитвой, хотел бы, чтобы он прозвучал тоже в нашей церкви. Важности понимания учения Иисуса Христа, евангелист Иоанн, второе в своем послании, 9 стихе, там одна глава, пишет такие слова, «Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога». Вы слышите, дорогая церковь? Какая серьезная ответственность, друзья мои. Я боюсь, что люди проходят иногда жизнь свою. И вот это понимание собственное богословие формируется. Где-то мы и в Ветхий Завет готовы исполнять ритуальные все нормы, которые были предписаны народу израильскому. И тянемся за законом Моисея, забывая Нагорную проповедь и то, что Господь ценой крови положил основание. Да-да, там написано книги или вид. Братья и сестры, обратите внимание, всякий приступающий учения Христова, не учения Моисея, учения Христова, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Поэтому, может, и блуждают люди. Это очень важно. А пребывающий в учении Христовом имеет и Отца, и Сына. Да благословит нас Господь в познании Его Слова. Аминь.